Многие спрашивают меня, как правильно ставить цели, и какие цели вообще помогают нам достигать того, что мы задумали. Вот этот ролик я хотел посвятить как раз этой теме. От этого исполняются все твои цели, от того, что ты делаешь. Как ставить цели правильно и достигать их быстро? Об этом пойдет речь в этом ролике. Вот разговариваю с некоторыми из вас, и вообще с людьми, которые окружают меня, меня окружают сотни тысяч людей, и диву даюсь, диву даюсь, просто диву даюсь. Многие из вас блуждают по жизни бессильно, абсолютно никаких целей нет. Вообще удивительно, как так можно жить, когда у человека нету никаких целей в жизни. Вот он как запрограммированный робот. Хорошо, что у вас еще запрограммировали, что вы утром можете по будильнику вставать, а вечером знаете дорогу, куда ехать домой. Где ваша кровать стоит, где ваша кормушка, где как кушать, да? Хорошо, что вы здесь еще как-то правильно можете логически думать, да? Ну, не логически, можно сказать автоматически. То есть это в нас есть еще, во многих из нас. Но вот что касается цели, быть, например, личностью, которая запланировала свою жизнь в себе, и живет согласно этого плана, и каждый день делает что-то для осуществления этого плана, об этом, к сожалению, нельзя говорить, о многих из вас. Вы вроде с одной стороны что-то хотите достичь в этой жизни, в своей, да? А с другой стороны вы все это делаете бесценно, беспланно, ничего всего абсолютно не планируя. Вот, например, возьмем любой дешевт, любое дело, любой отрезок в вашей жизни, вы должны четко знать, что вы хотите, например, достичь от 20 до 30, от 30 до 40 лет, от 40 до 50, от 50 до 60, и так далее, и тому подобное. То есть у вас должны быть четкие, хорошие планы, пусть это будут не какие-то грандиозные планы, пусть это будут маленькие планы, но они должны быть какие-то благородные, хорошие, добрые, чтобы у вас была мотивация что-то делать, и чтобы вы постоянно чувствовали, что вы идете к своей цели. Для этого лучше всего, конечно, записывать свои цели, пусть их будет немного, но они будут на листочке, и этот листочек нужно сохранять, и время от времени нужно смотреть, и ориентироваться на него, и смотреть, на каком вы пути, на каком отрезке. Вот, возьмем любой дешевт, если вы сейчас начали какой-то проект, было бы хорошо на ближайший год запланировать, что вы хотите реально достичь в этом проекте, в своем бизнесе. Вот, что реально хотели бы достичь. Сколько, например, у вас должно быть мид-арбайтеров, сколько вы хотите зарабатывать, сколько вы захотите зарабатывать, например, в день, в неделю, за месяц, за год. Вот это все нужно уже сейчас расписать, чтобы вы имели четкую цель у вас перед глазами. И тогда вы будете как тот корабль, который плывет с одного берега, и вот у него есть маяк, и он ориентируется на этот маяк, и постоянно по прямой плывет. А если у вас цели нет, вот так вот вас болтает по всему океану, а потом, в конце концов, у вас раз и оскалу. И вы сидите такой на песке, старенький, разбитая корыта, ваше судно, ваш корабль, и ничего в жизни не достигли. Вот этого не должно быть. А для того, чтобы это не случилось, вам нужно цель в жизни, ориентиры, маяки, и четко следовать этим маякам. Ну и, конечно, вам нужны тоже проводники. То есть это очень важно. Навигационная система, люди, которые вам помогают идти к этим целям. И тогда у вас все-все-все получится. Но для этого поставь, пожалуйста, себе цель. Поставь обязательно себе цели. И тогда тебе каждый ветер будет попутным. И так, желаю тебе успеха. До следующего ролика. Просмотри все ролики, которые ты раньше не видел. Если будут вопросы, пожелания, позвони. Я тебе желаю успеха. Удачи тебе в твоем начинании, в твоем проекте. С вами был Виктор Балет. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok